Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем канале Сладкий Персик, и сегодня у нас на обзоре вещь, о которой многие гурманы просто мечтают, и это гриль Brown MultiGrill 9 Pro. Что мы с вами сегодня сделаем? Я вам покажу сам гриль, расскажу о его функциях и комплектации, а потом мы вместе с вами приготовим несколько блюд на нем. Если вы хотите купить себе такой гриль в будущем или в ближайшее время, то обязательно смотрите это видео, потому что в нем ответы на самые частые вопросы про этот кухонный гаджет. А еще в конце будет промокод на скидку. Погнали! Итак, у нас Brown MultiGrill 9 Pro, модель CG9167. На данный момент у бренда это гриль в самой максимальной комплектации. Начинаем обзор мы, как всегда, с внешнего вида. Я, например, не считаю, что можно пойти купить какую-то технику для кухни с цветочками или какую-то ярко-красную, да, если она никак не вписывается в общий дизайн кухни. У нас семья эстетов, поэтому внешность, внешний дизайн для нас тоже имеет очень важное значение. Посмотрите, как гармонично этот гриль смотрится на нашей белой кухне, и мне очень нравятся материалы, из которых он сделан. Здесь у нас и благородный металл, и софт-тач пластик, который приятно трогать, и красивая современная сенсорная панель. А еще вот такие вот ребристые крутилки, прям как в автомобиле премиум класса. Ну, то есть даже уже по материалам сразу видно, что это не какой-то дешевый гриль, а качественный премиальный продукт. Теперь давайте посмотрим, что в комплекте. Вместе с грилем у нас есть три вида панелей. Собственно, сам гриль, вот такая вот ребристая панель, гладкая панель и панель для вафель. Еще есть дозатор для теста, вафельки делать, контейнер для сбора жира и термо-щуп. Вообще незаменимая штука, если вы любите жарить мясо. Что здесь важно? Нагревательный элемент у гриля встроен в сами панели, что позволяет равномерно нагревать пластины. Так как панели толстые, если бы нагревательный элемент был на самом гриле, а не на пластинах, то они бы равномерно не нагревались и, соответственно, стейки и другие продукты равномерно бы не прожаривались. Красненько расскажу, для чего нужна каждая панель. Вот эта ребристая панель-гриль. Она как раз лучше всего подойдет для моих любимых стейков из мраморной говядины, но не только. Еще на ней можно жарить и другие виды мяса, например, стейки из индейки, шашлык из свинины, курицу, даже сосиски. Можно готовить рыбу и морепродукты, можно жарить хлеб, делать тосты и даже вкусно получаются ананасы. Еще особое внимание хочу обратить на то, почему ребристая панель в данном случае лучше обычной ровной. Именно ребристое дно позволяет получить вот такой вот красивый узор на стейке. И многие ошибочно думают, что на этом отличие гриля от обычной ровной поверхности заканчивается, но это не совсем так. Точнее, даже совсем не так. Ребристое дно не дает продукту перегореть, потому что температура на гриле очень высокая, и на обычной ровной поверхности ваше мясо может просто сгореть, и какой вкусный стейк у вас точно не получится. На ребристой поверхности вот здесь вот есть желобки, и когда продукт жарится, из него вытекает сок и жир, и этот сок и жир стекает вот в эти желобки, получается, что продукт продолжает именно жариться, а не тушиться в собственном соку. На такую поверхность, в отличие от ровной, не нужно лить масло. Достаточно только смазать сам стейк с помощью силиконовой кисточки, небольшим количеством растительного масла, или сбрызнуть там гриль из пульверизатора. То есть масла здесь требуется абсолютно минимальное количество. Следующая панель у нас как раз ровная. Она отлично подходит для яичницы, оладьев, панкейков и хлеба. И так же, как и на ребристой поверхности, на ней можно жарить овощи и некоторые фрукты. Ну и третья панель – панель для вафель. Здесь все понятно, на ней мы готовим самые вкусные вафельки, которые в ресторанах стоят, кстати, очень даже не дешево, особенно если подаются с ягодами или фруктами. И, кстати, сейчас мы тестируем идеальный рецепт теста для вафелек и скоро на канале выложим тот самый рецепт, поэтому обязательно смотрите и не пропустите. Дальше у нас в комплектации термощуп. Он выглядит вот так. Вот так. Удобно, что у него есть свой чехол, в котором его можно хранить. Этот чехол примагничивается к грилю, то есть термощуп у вас точно никуда не потеряется. Вот эта штука у нас подсоединяется к грилю, а сам щуп вставляется в середину стейка. А температура в мясе отображается на дисплее. То есть мы можем предварительно посмотреть, какая температура нам нужна для той прожарки, которая нам нравится, выставить эту температуру. И когда мясо достигнет этой заданной температуры, гриль пропищит, и мы мясо с гриль снимем, и пойдем кушать, и ничего у нас не пережарится. Ну, еще есть вот такой вот лоток для сбора жира. Сзади у гриля предусмотрено место, куда он задвигается. По желобкам сок и жир стекает в этот контейнер, потом мы его моем, и все. И все у нас вокруг чистое. И еще есть дозатор для теста. Вот он. Когда печем вафли или блины, им удобно пользоваться. По комплектации у нас все. Но еще хочу отметить инструкцию, вот такую, в которой есть все базовые рецепты для гриля. И, в принципе, начать знакомство можно как раз с них. Еще есть классное приложение, которое тоже здорово помогает в готовке. Здесь можно выбрать вид продукта и посмотреть, как его готовить конкретно на этом гриле. Например, выбираем мясо. У нас здесь есть говядина, свинина, баранина, курица, индейка, хлеб, овощи, рыба, морепродукты, яйца, сыр, выпечка. Выбираем мясо. Выбираем говядину. Смотрим, какой кусок нам больше подходит. Мне кажется, у меня больше подходит филе. Дальше здесь можно выбрать толщину куска, количество штук и степень прожарки. Я люблю среднюю степень прожарки. Нажимаем вперед. 3-4 кусочка. Нажимаем вперед и смотрим. Нам здесь рассказывают, сколько будет готовиться продукт, как его мариновать, как включить гриль, какая должна быть температура, какое должно быть положение гриля. Мы просто следуем инструкциям и получаем очень вкусный, идеальный стейк. Мы уже пробовали. Это, правда, получается потрясающе. Ничуть не хуже, чем в ресторанах. И в этом же приложении есть и более сложные рецепты. Листаем рецепты очень разные, интересные. Ну вот, например, можно взять гренки с беконом и сладким перцем. Заходим. Здесь тоже написано количество персон, время приготовления, ингредиенты. Нажимаем приготовить сейчас. И здесь по этапам расписано, как готовить это блюдо на гриле. Все, понятно, очень просто. И мне кажется, результат будет просто потрясающий. Потому что, ну, выглядит и звучит, это правда очень вкусно. То есть, если вы хотите просто пожарить какой-то продукт, ну, например, тот же стейк или баклажаны, то заходите во вкладку «Приготовление» и следуйте инструкциям. Если же вы хотите более изысканный и сложно сочиненный рецепт, то заходите во вкладку «Приготовление» и смотрите, выбираете нужный рецепт и смотрите, как вы готовите. Что еще важно знать об этом гриле? Максимальная его температура 265 градусов в режиме СЕР, а максимальная мощность 2200 ватт. Это значит, что он быстро нагревается и быстро нам готовит продукты. Готовить одновременно можно на двух панелях, то есть вот на этой и на этой. И, внимание, выставить на этих панелях можно разную температуру. Ну, например, мы можем одновременно на одной панели жарить себе на завтрак курочку, а на другой панели яичницу. В гриле есть встроенный таймер. Ну, понятно, что это очень удобная функция. Включил таймер на 4 минуты, включил вафли и пошел заниматься своими делами. А когда вафли приготовились, гриль запищит, и вы ничего точно не пережарите. Есть система блокировки. То есть мы гриль закрываем, фиксируем и спокойно его храним. И гриль точно не откроется. И еще очень важно, для меня так точно, что все панели можно мыть в посудомойке. Ну, и, конечно же, у гриля есть несколько режимов. Во-первых, есть ручной режим, где вы сами все устанавливаете. Температуру можно отрегулировать при помощи вот этих вот кустилок. В ручном режиме, кроме регулировки температуры, вы можете выбрать таймер, установить таймер и выбрать режим, точнее, функцию Sear. Это максимальный режим работы гриля, где панели нагреваются до максимальной своей температуры. И они подходят, например, если вы жарите стейки из толстых кусков мяса. Еще здесь есть режим сэндвича для сэндвичей, режим гамбургера для гамбургеров, соответственно, и режим поддержания температуры. В этом режиме плита нагревается до 60 градусов и не дает вашим блюдам остыть. Ну и теперь мы переходим к самой интересной части. Будем вместе с вами готовить. И начнем мы с вами с вафелек. Смотрите, мы вафельные панели уже установили, тесто замесили. Теперь мы выбираем нужный температурный режим. Для вафель есть три степени прожарки. Светлая вафля, средняя вафля и темная вафля. Я, наверное, выберу среднюю. Мы вот здесь вот выбираем. Нам нужна циферка 2. И включаем. Теперь ждем, когда панели нагреются. Они пропищат, точнее гриль пропищит, и потом мы уже можем заливать тесто. Кстати, рецепт теста мы обязательно выложим на канале, поэтому не пропустите, мы пока находимся в режиме тестирования и ищем тот самый идеальный рецепт вафелек. Гриль у нас пропищал, и теперь я смазываю с помощью силиконовой кисточки чуть-чуть прям растительным маслом. Вообще, в рецепте указано сливочное масло, но я решила попробовать на растительном. Выливаем тесто. Мерный стаканчик надо заполнять наполовину. Здесь вот есть деление до него. Последняя вафелька. У нас тесто такое густое, практически как на оладушке. Так, теперь закрываем гриль. Можно готовить в открытом режиме, но здесь оптимизировано для закрытого режима. Ждем 5 минут. Пропищал. Открываем. Достаю деревянными палочками для суши, потому что металлическими лопатками здесь антипригарное покрытие лучше не пользоваться. И у нас еще осталось тесто, мы сейчас дожарим вафельки. Выглядит очень красиво. Охота уже поесть. Так, у меня, наверное, здесь на пару штук осталось. Но как раз. Мы вдвоем живем, все съедим. Очень важно для вафель научиться наливать правильное количество теста. Это все пройдет с практикой, с опытом, потому что тесто бывает разной консистенции, соответственно, лить его тоже нужно правильно. Но если даже мы нальем лишнего, вдруг ничего страшного. У нас здесь есть специальные такие желобки. Все излишки теста, они вот остаются здесь. На пол никуда ничего не течет, стол не пачкает. Так что лучше перелить, чем не долить. Теперь мы с вами приготовим яичницу глазунью. Вафельные плиты мы сняли. Теперь ставим ровные плиты. Вот такие. Они ставятся очень легко. На вторую покажу. Так вот. Хоп. Надавливаем. Все, панель стоит. Снимается тоже она так же легко. Вот здесь вот есть кнопка, ее нажимаем, панели отщелкиваются. Ну, надо только подождать, чтобы они остыли, или снимать в специальных рукавичках, чтобы руки не обжечь. Готовим яичницу. Кстати, чуть не забыла, у нас же есть поддон для жира. А так как мы яйца будем готовить на масле, я все-таки на всякий случай поддон для жира поставлю. Для этого мы гриль поднимаем и задвигаем вот сюда, там сзади специальное место для него есть. Все. Теперь стол не испачкается. Мы с вами, значит, гриль включаем, выставляем нужную температуру на одной пластине, потому что у нас всего два человека, два яйца, поэтому вторую пластину мы разогревать не будем, просто смысла нет. Выставляем 200 градусов. Нажимаем старт, ждем, когда пластина нагреется, гриль пропищит, и после этого мы будем готовить. Гриль пропищал, теперь мы смазываем чуть-чуть растительным маслом с помощью силиконовой кисточки. Думаю, достаточно. И выливаем наши яйца. Я их предварительно разбила в маленькие мисочки, я всегда так делаю, чтобы желток остался целым. Вообще, удобный лайфхак. Готово. Самое важное сейчас аккуратно снять яйца, чтобы желток не повредился. Так. Получилось. Ну что, друзья, у нас третья панель, гриль, и сейчас мы с вами будем жарить стейки. Жарить мы тоже будем их на одной панели, так как мы яичницу жарим на этой, стейки мы пожарим на дальней. Мы включаем гриль, выбираем нужную температуру, она у нас максимальная, затем нажимаем кнопку Sear, это чтобы панели прогреть у нас еще больше, до 265 градусов, и ждем, когда гриль у нас пропищит. А пока мы с вами смажем стейки растительным маслом с двух сторон. Пока гриль у нас греется, мы с вами достаем термощуп из чехла, и вот сюда вот он у нас втыкается. Все, он теперь коннектится с грилем. Прожарка стейков у нас будет медиум, это температура примерно 60 градусов. Вот здесь вот я выбираю температуру термощупа. Точнее, не температуру термощупа, а температуру мяса. И когда мясо достигнет температуры 60 градусов, у нас гриль тоже пропищит, это будет означать то, что стейки наши пора снимать, чтобы они не пережарились. Многие стейки готовить боятся, но на самом деле, если у вас есть гриль, тут все очень просто. Главное выбрать правильное мясо, то, которое прошло созревание. Я бы советовала вам купить мясо в вакуумной упаковке, оно продается в любом супермаркете. Потом нам мясо нужно обязательно достать из холодильника примерно за 20-30 минут до приготовления, чтобы оно прогрелось до комнатной температуры. А дальше готовим по инструкции в приложении. Гриль нагрелся, пропищал, и я выкладываю наши стейки. Переворачиваем. И сейчас стыкаем щуп в черединку кусочка. Так, придержу. 50 градусов. Это значит, что стейки достигли нужной степени прожарки, и их можно уже снимать. И еще очень важный нюанс в приготовлении стейков, когда вы их сделали, их нельзя сразу есть, их нужно сложить, накрыть фольгой и дать им отдохнуть примерно 2 минуты. И потом только кушать. Смотрите, какой есть важный нюанс. Многие уверены, что готовить на гриме нужно в закрытом положении, то есть под закрытой крышкой. Но, как вы сейчас сами увидели, это не совсем так. Многие блюда лучше готовить на гриле в открытом положении. И более того, можно готовить параллельно разные блюда на двух разных пластинах с разной температурой. Исключение составляет лишь некоторые блюда, например, это вафли или сэндвичи. Их готовить лучше как раз-таки при закрытом гриле. А еще существует режим духовки, то есть это когда гриль чуть приоткрытый. Я сейчас покажу, как он выглядит. Примерно вот так вот. То есть у гриля есть три положения. Открытый гриль, контактный, то есть закрытый гриль, и режим духовки или печь. Вот как сейчас у нас гриль как раз в это положение установлен. Смотрите, какие у нас получились классные вафельки. Я украсила их свежеклубникой и голубикой. И сейчас мы их попробуем. Я не буду брать даже вилки, ложки, ножики. Просто откушу. Просто прекрасно. Нам очень понравились вафли. Мы только что вернулись из отпуска из Турции. И там каждый день мы практически ели вафли. Но вот эти в миллион раз вкуснее. Просто такие домашние вафли самые-самые вкусные. Посмотрите поближе. Короче, вафли супер-классные. Теперь попробуем яичницу. Я ее немножко посолю. Сюда, конечно, можно добавить редисочку, свежий огурчик, помидорки, зелень. Но я хочу попробовать просто. Посмотрите, как красиво вышло. И мне нравится, что края у яичницы не пригорели. То есть она получилась прям очень вкусной. Немножко подостыла, но и что? Просто прекрасно. Вы посмотрите на обратную сторону глазуни. Видите, она не пригорела. У глазуни иногда бывает вот эта вот неприятная такая хрустящая пластиковая практически корочка, которая неприятная есть. Здесь этого нет. Главное не переготовить. Мне кажется, глазуни получалось просто потрясающе. И теперь настало время стейков. Пробуем наш стейк прекрасный из мраморной говядины. Прожарка на взгляд очень удачная. Получилось прям то, что я хотела. Это лучшее, что могло случиться со мной сегодня. Идеально прожаренный вкусный стейк. Стейком я тоже ставлю просто 10 баллов из 10. Очень хорошо. Ну что, на этом обзор нашего чудо-гриля мы закончим, но вы его часто будете видеть у нас на канале, потому что блюд, которые можно приготовить с помощью этого гриля, очень много, и мы обязательно его еще очень много раз затестим. Если у вас остались вопросы по грилю, его использованию, обслуживанию и приготовлению, обязательно пишите их в комментариях. И еще, друзья, для тех, кто досмотрел это видео до конца, дарим вам промокод на скидку BROWNPERSIC. Вот он здесь продублирован и в описании к видео. Промокод действует на официальном сайте BROWN. ссылка на сайт тоже есть в описании к видео. И ссылку на свой вот этот вот гриль, который у нас был в обзоре, я тоже там оставила. Скидка очень хорошая, она составляет 20% или до 8000 рублей. Обязательно воспользуйтесь, особенно если давно мечтали о гриле. Все, я побегу есть то, что мы сегодня с вами приготовили. Всех обнимаю и всем пока!